Мне-то интересно, вот этот канал, он ещё жив? А, дымоход, дымоход. Мне просто интересно, если он до сих пор работает, мне интересно, в чём сейчас люди в России ходят вообще. Чё это за говно? Чё это за говно? Чё с каналом, блядь? Чё с каналом, нахуй? Нет. Это ж... Это кто, блядь? Всем привет. Ты кто, блядь? Покажу вам. Чё за Путин ходит, блядь? Снимает наш новый моноколёсный сэнк. Ты кто? Где дымоход, блядь? Чё происходит? Ну что ж, время пришло. Какой-то Коин, блядь. Дурка. Представляю. Дурка. Проект Монодепо. Или Монопарк. Верни дымоход! Ну они вроде и вернулись три дня назад как раз. А чё за бред? Они продавали свой канал кому-то, блядь? А как это вообще выглядело? Мне интересно. Двадцать лайков! Как, блядь? Так, ладно, предположим. А здесь чё? Ну я раньше просто набрал. А чё нормально вообще? То есть они записывали свои видосы, потом резко какой-то дед начинает с камеры гулять по городу, снимать это и выкладывать. Они это никак не комментируют. Потом они так же резко возвращаются, и люди как будто бы такие типа, ну ок. Как будто ничего и не было. Чё, блядь? Чё это было? Они дали в аренду канал. Какой смысл в этом? И мы одевались только в сэшках. А сейчас резко как-то апнулись и хочется дрипануться. Движение. Дрипать, что, блядь? Опиум, альтушки. Русский вайпер. Я отказался. Господи. Отказался от алкоголя и наркотиков больше десяти лет назад. Я русский! Блядь. Ладно, люди поменялись. Я сколько? Ну года два не смотрел как раз этот дымоход. Пришло время оценить, чё там происходит и в чём ходят. И как думают. И чё говорят. Стоп, стоп! Да смотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за тысячу рублей в Стиме? Или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешёвые аккаунты по любым играм. Там же многие бренды ушли из России. Я иду до конца! Да! Блять! Я ЕМИРу! Спасибо! Всем привет! Меня зовут Заводной Макс, а это проект Дыма... Какой-какой Макс? Охот сколько стоит шмот? Ребята, мы вернулись. А меня зовут Саша Велик... Где вы были? Чё это было? Экосолепный! Получайте удовольствие от просмотра! Бать, он бороду отрастил, конечно! И ставьте лайк! Погнали! Сунул руку, нет яйца, вот и грохнулся с крыльца! Как тебя зовут, дружище? Артём Блядь, господи А этому Артему вообще, типа, не прилетает сейчас на улицах? Ну, типа, за его внешний вид Учитывая законы, поправки и прочее Сколько годиков, Артём? 15 15 лет? 16-й пошёл Как твой стиль называется? Нефур, Эмо, Опью Балинсяга 3XL Покупал на ВБ Блядь, вылет так, как будто у бомжа их спиздил Ну, я серьёзно, что это? Блядь, стоит, наверное, под сотню, да? А чё они такие грязные какие-то, вообще, неоприятные? Ну, то есть Я, как человек, не особо разбирающийся в брендах Если б я увидел, я б подумал, блядь, ну, бомжа, наверное, взял 4 тысячи Долларов? Видно, да, что не орига А, не оригинал, господи, ладно, тогда окей Естественно, шнурки там же брал Да такой смысл-то тебя, бомжа, тогда вообще рассматривать-то 3200 Штаны оттуда же Тысяча рублей Лонг кастомный 5 тысяч Сумка ВБ О, блядь Рублей 500 У сестры спиздил по-любому Бантики сами всё делал Подик тысяча рублей Боже, блядь Это вообще подик Сука Чел 15 Он уже ходит, сосёт эту херь Нет Шо в башке вот таких людей Это просто Я надеюсь, вы Такой ерундой не занимаетесь Люди адекватные Ничего не говорят, что ты уже Очевидно, поэтому вы меня и смотрите Гуришь в таком юном возрасте Родители? Или кто? А у него родители нет ещё Гос Родители А, родители Батя мне его и купил Это вообще папин А мама? Мама? Я к матери съехал У тебя же Вот это Это что? Это ЧВК Редан? ЧВК Редан Это ты оттуда? Блядь Он буквально Ну типа Впитал в себя Всё то, что было За последнее время В трендах Это просто Ходячий Какой-то Кринжовый Тикток Ну Частично Были случаи, когда Ко-то прикол Миллион случаев Но самое интересное Всё-таки происходит Подобное Когда меня с женщиной путали Ко мне подходил таджик Спрашивал Чё у тебя за бантики на голове? Ты баба? Маник у тебя, кстати, покажи Девушка делала А у тебя девушка есть? Я не пи*** Чё сейчас? Осуждаю, блядь! Самое популярное у 15-летних Неформалов Я по большей части слушаю хайпер-поп Хэ, что, блядь? Хайпи-поп? Хэппи-поп Что это за хуйня? Кого? Хайпер-поп А, хайпер Хэппи Хэппи-хэппи-хэппи Тун-тун-тун-тун Отходил, слушай Хайпер-поп Это что такое? Электронщина Шаман Я Мод еженедельно выходит на новом канале Ссылку мы оставляем в описании Переходите Подписывайтесь Чтобы не пропустить новые выпуски И ставьте свои лайки Смотрите, какой фэмили лук мы встретили Да, блядь, что у них с луком, нахуй Почему этот лук похож на чеснок? Интересный Привет, ребята Пиздец Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Влад Ульяна Вы... Не, я не знаю Реально, как будто в мешок засунули черные, блядь Они вот так и ходят в мешках Парень с девушкой или брат с сестрой? Парень с девушкой Очень классно Сколько вам лет? 16 19 Ооо, все попал, блядь Так Так Все, он тебя, ну, добровольно все? Да, да, конечно же Это я его наоборот запрягла Раннеры, баленцы, граффити Не помню Опять у бомжа спертые Сколько, нахуй? 103 тысячи Ой Ну, брали с официального сайта Штанишки, маржела А стоимость не помнишь, что же? Нет, я вообще ничего не помню Футболочка тоже Эти же просто черные штаны За что 95 косарей-то, блядь? А стоимость... Морж, блядь, какой-то Не помнишь, что же? Нет, я вообще ничего не помню Футболочка тоже, баленс Куртка 75? Откуда, блядь? Алло, санкции! Сука, по-любому это все паль Кофта Ксай Взяла погонять У любимого бойфренда Сколько она стоит? 20 У тебя какие-то прикольные сережки? Одна, да, сережка? Я плохую Рублей 50 Колечки Не знаю, это подарили А это Валберес У тебя какой-то вообще маникюр сумасшедший? Там что-то анархия, да? ВБ Корвид? Ну, тоже скромненько Сколько такой маникюр стоит? 4,4,500 где-то так Нормально Ну, удобно с ним жить? Да, конечно Это даже коротенькие Блин, если это коротенькие, то То длинненькие вот такие Ну, в попе ковыряться и правда удобно Наверное Кроссовочки тоже самое Баленс, раннер и граффити Также от любимой женщины Блядь, у меня абсолютно такие же кроссовки Чёрного цвета Только без надписи Красного цвета Баленсиага Но выглядят они так же Просто без надписи Баленсиага Стоит 70 баксов, по-моему Не знаю Это 103 тысячи Это получается Тысяча долларов, да? Тысяча с чем-то Ну, ладно Чё почём? Штанишки Ксай Всё простенько 8 тысяч Витмо Металтур 60 По-моему Футболочка Бруллер 7 тысяч Бруллер, блядь, какой-то куриный, сука И кепка Найк, с дрейком Измазанная в каком-то говне 12 Также колечечко Также от любимой женщины Ну, вообще, чем занимаетесь? Кто-то из вас зарабатывает деньги уже? Ну, так Легонько Чё делаешь? Крипта Ху-ка На мой паблик Криптодед подписан Жди монету, братан Скоро дров Вот А вы тоже подпишитесь на Криптодеда, блядь Безнал, безнал Всякое вот это Анал? Чё? Анал, безнал? Вот так, легонько Чё делаешь? Крипта Ху-ка Обнал, безнал Всякое вот это А ты, короче, крипто-бизнесмен Да, жёсткие курсы Питупи-арбитраж Ну чё, много получается делать на этом? О май гад Оборот, миллион в месяц в целом Спокойно живём Не, ну давай ты Тоже тут, блядь Оборот Оборот это, знаешь Хуем в рот, как говорится Моего бизнеса Ну, значит, где-то Ну, значит, где-то в два раза меньше Ну, тысяч пятьдесят Шестьдесят Откуда тогда деньги На такие шмотки, блядь Я вот этого не понимаю Даже если, предположим Реально сто-двести тысяч В месяц капает Рублей Откуда шмотки, блядь Вот эти вот Они что, все деньги На шмотки сразу тратят? Родители? Возможно Они вообще что-то означают Это там Сейчас же есть Там всякие Движения Опиум Альтушки Что за опиум, блядь Что это? Вайпер Вайперы? Какой вайпер, блядь Чего там придумали? Алё, мелюзга, блядь Куню какую-то Какой опиум, блядь Какой вайпер Вы что, вообще ёбнулись? Вайперы, да Что это значит, вайперы? Вайпер Это два музыканта Очень классных Каэнджелы Наймайс Мы их уважаем Но мы их не слушаем Какие у вас планы на жизнь? О чем мечтаете? Психологом хочу стать Блядь Страшно представить Какой-то вайпер Альтушка Хьюшка, блядь Становится психологом Это таким самим психолог нужен, да? Чего, 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 чего Чего он там? Чтоб две машины В гараже Дом Хороший Квартира Жить В доме тоже Хорошем Нихуя, чё хочешь? Был в центре Москвы Либо где-то рядом Ебай, не, ну так каждый бы хотел С любимой женщиной В целом, всё Чёткие Планы Мне нравятся Тебе нравятся такие планы? Я думаю, да Да не, я Ты как бы по большинству-то Рофлю, да? Я не знаю Ну, может, они так-то адекватные Челики Вот Просто Ну По пиздючеству Немножко Хер век Занимается Вайпер Стал каким-то, блядь Деньги тратят на лево и направо На всякие бесполезные Абсолютно вещи, да? И думают, что они крутые Но это так, мелочи Дуб, сосна и сын Нормально Кто сосна? Здорово, как зовут? Здорово, Даня Дань, сколько годиков? 21 Только что купил Селин За 97 О, покажи Красивые какие Свеженькие Ну ладно Жесткие, да Джинсы Сэшка 500 рублей Да ладно, серьезно? Да, да Блин, они очень стилево выглядят Сэшка, бро В Питере можно не такие вещи найти Толстовка Зенни Подарок, честно, не знаю Я думаю Косарей 5 Куртка Carhart 37 Сумка Boss 20 И очки Prada За 70 Есть еще котлы Эпос 180 тысяч А это ты вот Красивку убил сейчас Да, да У меня там Ньюбики 2002 25 тысяч Они неудобнее, чем Селина? Они намного более удобные Но Они даже больше На повседневку А Селина Это так чисто Подрипеть в городе А расскажи В чем прикол Что сделать? Они даже больше На повседневку А Селина Это так чисто Подрипеть в городе Так Я пожалуй Начну записывать Вы же не против? Это что-то Какие-то новые слова У молодежи появились А я вот вообще Не в курсе Так Подрипеть Вайпер Опиум Альтушка Сука Блядь Кого нахуй Говори На русском Блядь На подсотку Ну я раньше просто На броуке был И Каком броуке Ёбаный Рот Блядь Долбоеб Сука Ой Сейчас вылезла Какая-то хуйня И мы одевались Только в сэшках В каких сэшках? Что это? Сейчас резко Как-то апнулись И Ты ебаный Броу Сэшка Апнулись Блядь Окей Или болею Что вы так взлетели Со дна Криптовалюта Ребята Не взлетели Апнулись Опять криптовалюты Да иди нахуй Блядь Что за скамеры здесь Не знаю Реально это еще Рабочая схема Да-да-да Более чем Сколько ты Сейчас будут рекламы Хуйни Сейчас поднимаешь В месяц Ну Три Наверном Четыре Это в рублях? Миллионы рублей? Три Чего Блядь Сэшка Это типа Секонд-хенд Научи Братан Ну Поднимать На крипте Там Три ляма Что ты Блядь Там поднимаешь Ну Бля И четыре ляма? Да Может быть Два Не братан Если бы ты Зарабатывал Такие деньги Ты бы в точности Знал Сколько ты Зарабатываешь Что значит Ну я поднимаю Два Три Четыре Может быть Два Может быть Четыре Блядь Может быть Десять Не давай Конкретно Цифру Сумму Может Сто Блядь Не знаю Зачем Как ты не знаешь Как ты можешь Не знать Сколько ты Зарабатываешь Вообще В секонд Хенд Заходишь Ну Не Сейчас уже Редко Захожу Может Это Я не знаю Деньги Его батя Он говорит Ну у меня Батя Там Сколько То Зарабатывает Ну Иногда Хитит Прикольно По-моему Сэшка С Хайфэшном Ты ведь Даже Бля Я не понимаю Чего Увидел И такой Йоу Это Что Сэшка Я очень Кру Йоу На ней Так Зарабатывать Типа Просто Покупать Дешевле Продавать Дороже Да 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 Покупаешь Высоко Внизу Продаваешь Ааа Даешь Делайте Все Вот я Так и Делаю Братан Слушай Реально Блядь Купил Тон По 5,5 Сейчас Все Блядь Сижу Жду Так Чтоб Мы Больше Зарабатывали Вот Так Пошел Нахуй Какую-то Хомячью схему Сейчас Рассказал Да Да Хомячков Побрить А на Че Ты в основном Тратишь Деньги Сейчас Родителям Откидываю На Еду Что Блядь Говорит Я 24 Ляма В месяц Поднимаю Зарабатываю А родителям Так Чисто Откидываю На Еду Так Пожрать Кость Бросаю На Купил Сдачу Так Кинул Кость Погрыз Блядь На Еду Говорит Иногда Выхожу Шмотки Покупаю Но Редко Как у тебя Сейчас Наличном Никак Вообще Абсолютно Девушку Ищешь Нет Не Тогда девки На таких Не ведутся Блядь Пиздобол Чувствует За километр Ну Если Какая-нибудь Будет У меня Встретится Какая-нибудь Плохая Такая Бэт бич Я ее Заберу Бич Брайтон Бэт бич А с чем Она должна Быть Такой Плохой Так Бэт бич На месте Есть такие Здесь Не знаю Что она должна Вытворять Грязного Она Бич Типа Как бомжиха Должна Наверное Быть Немытая Вонючая Блевотная Много Она должна Уметь В постели Делать То есть Именно Вонять Постельная Часть жизни Умный Должна Чтобы Не просто Ее Так сказать А приходить Чтобы Можно было Сходить Куда-то И пообщаться С ней еще Если она Будет Очень Классная В постели Прям Левел 10 из 10 Ну да Но в остальном Вообще Даже из дома Не будет уходить Вообще Какая-то Прям Неживая Как робот При этом Она будет Ну недалекая Конечно Скип Скип Сразу скип Здравствуйте Как вас зовут Оооо Нихуя Дед Модный Нормально Это просто Пиздец С людьми Что-то За последние Два Года Произошло По крайней Мере В Москве Как-то Мода Поменялась Да вот И люди Немного Поменялись Это Пиздец Здравствуйте Меня Матвей Зовут Матвей Сколько Вам лет Если Не секрет Достаточно 56 Как Называется Ваш Стиль Это Это Хип Это Рок Это Что Это Пиздец Ну На самом деле Сложно Сказать Потому Что Поначалу Не Ну Дед На вайбе Жестком Трипует Когда Был Молодым И юношей Все Начиналось С того Что Я Был Там Волнистым И Скейтбордист Волнистым Брейкером Еще Брейкером Поэтому Скорее Так Ебать Жизнь Подожди Брейкер Подожди Скейтер Где Блять 55 Еще В советское Время Блять Вот Этим Всем Занимался Серьезно Это Смесь Хиппи Панка И Впрочем Это Можно Сказать Что Не Формал Вот Я Вижу Здесь Гриб Здесь Гриб Здесь Гриб Это Что То Значит Грибов Много Много Да Первая Татуировка У меня Была Гриб Мухомор Ну Почему Гриб Это Грибник Короче С Каким То Опытом Опыт Конечно Просто Любят В лес Ходить За Грибами Деды Они Часто Этим Занимаются От Безделий Происходят Грибы Собирают Улюбление Псилоцибиновых Грибов Несомненно Конечно Блядь Дед Ты че Ебанулся Что Так Открыто Об этом Говорит Да Несомненно Сто Процентов Конечно Блядь Чуть Чуть За 20 Когда Была Волна Прям Этого Увлечения Ебанулся Ну Как Это На Волну Встал Короче Да И Вот Видим Последствия И Я Потратил Часть Своей Жизни На Подобный Опыт Ну Так Чуй Как Опыт Да Это Было Вполне Приемлемо Для Неформала Но Я Этим Не горжусь Конечно Но И Отрицать Это Я Тоже Не могу Поэтому Как бы Как Память Я Оставил Сейчас Я В Другой Теме Православный Другой Теме Че В Крепте Блядь Солен Я Отказался От Алкоголя И Наркотиков Больше Десяти Лет Назад Сегодня Был На Литургии Причастился Так Что Веду Такой Здоровый Образ Жизни Соответствующий Я Считаю Моему Возрасту И Моей Разумности Адидас Я Купил Не Очень Под Блядь У него Раски Раски Носки Разного Цвета Блядь Понравился В Питере Апроксин Двор Там Рынок Такой Это Прям Вообще Девяностые Годы Какие То Чего В Москве Вообще Сейчас Нет Здесь Очень Все Культурно А Там Это Такое Ретро Место Замечательное Такая Опрашка Где Продают Скажем Так Неоригинальные Вещи А там Все Ободрано Такой Вот Прям Рынок Девяностых Мне Прям Очень Нравится Сколько Там Такие На Брашки Вышли Три С Половины Ну Ксать Недешево Для Рынка Да Нормально Так Джинсы Джинсы Это Старый Уже Одет Блажно Сказать Винтажный Уникло До Таскаю Тоже Три Три Тысяча Не Сто Это Что Японская Здесь У вас Это Вот Одим А ТРИАЛ Хэт ТРИАЛ Хэт Да Точнее Да Моточка Моточка Какая Моточка Блять Что Что Такой Моточка Ну Вот Моток С Клубочек Клубочек У меня Вот Клубочек Куртка Тоже Какая Тростик Когда У вас Джей Это Из Военного Магазина Ну М65 Традиционная американская военная куртка Оооо, дед! Ты, блядь, осторожнее с традиционными американскими куртками От пятого года образца Очки у вас из фильма одного, да? Где у нас было пять пакетиков травы, 75 ампов из калины Я специально искал эту модель Хантер называется Некоторые не знают, почему здесь вот такая вот Это традиция, это, конечно, реплика Настоящих очков Ray-Ban Но некоторые не знают, почему здесь вот эта вот штучка такая Вот эта вот круглая Я тоже не знаю Да, я вам объясню Это очки специально выпускались для Для таких грибников, да? Людей с оружием, охотников Для того, чтобы выстрелить из ружья Им нужны обе руки Поэтому он берет сигарету Вставляет ее сюда И стреляет Сигарету Сигарету, да, это для сигареты Сколько все вот эти Я вас придумал, конечно Булцы вместе взятые Ну и тут у вас и крест тоже есть Все украшения А зачем? Либо Ты можешь взять сигарету Ее обычно в рот вставляют Вот так Пихать Зачем себе в очко пихать-то, блядь? Сколько это может стоить в ушах В носу? Ну, мне на самом деле сложно сказать Потому что многие вещи я там собирал по одному Вот у меня еще здесь есть Ого! Ох, ё, ох, ё Ох, ё Татуировок много У меня даже татуировальная машина Нихрена Все собирал по отдельности Потому что у меня здесь камушки какие-то Там сам обтачивал Что-то сам делал Вся ваша коллекция украшений Сколько это может стоить, если на рубли переводить? Ой Ну, сложно сказать Что-то, может, 25, может, 30 тысяч Чем вы вообще сейчас по жизни занимаетесь? Я сам по себе художник-дизайнер Графический дизайнер И долгое время на это потратил Потом понял, что меня это вообще коренным образом не устраивает И переключился сейчас на крафт, на хендмейд И... Чего, блядь, крафт, хендмейд Кого? Блядь, что они все русский язык там забывают в России? Если вы, нет Делаю уникальные свитера То, чем вы занимаете, это приносит деньги? Вот хендмейд и так далее Хендмейд? Ммм, нет Нет, это больше для души Больше, да, получается А деньги-то как зарабатываешь? Как бы прям в буквальном смысле зарабатывать этим практически невозможно С одной стороны, было бы, конечно, странно и неудобно совсем признаваться, но... Какая? Ему же 55 Ну, не то, что ему прям дед какой-то, на самом деле, 55 Разве уже пенсия есть? Моя жена, она гораздо лучше Она в 65 вроде Вязальщик и гораздо лучший организатор бизнеса вот этого вот вязального Короче, вы духовный вдохновитель, скажем так, своей супруги А супруга у вас основная единица, собственно, кто что-то производит Муза 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 А вы муз? Да, я муз Еще раз напоминаю, что теперь ролики «Сколько стоит шмот» выходит на новом канале Ссылку на него... Аааа, на новом канале А ну-ка А ну-ка, блядь Ё порны с-ыр Молодой Платон правда про Акулич лиза анохина три с половиной миллиона лук в 16 что иногда хочется немножко показать что-то они в 16 лиз уже то что можно 18 пить ты уже это пил я пользуюсь своими возможностями и какие-то восточные ребята как-то заулыбались и погрозили мне пальцем не очень хорошо не шагу назад роута за dream сделал шаг назад 2 вперед всем привет меня зовут саша великолепный а это ваш любимый проект сколько стоит шмот а меня зовут заводной макс нашу ряд что за кринжуха золотой макс саша великолепный в какой-то передаче детской что ли снимаетесь ролики теперь еженедельно будут выходить только на этом канале так что подписывайся и ставь колокольчик чтобы не пропустить здорово как зовут тебя здорово говор да отстань от фамилии говоров а говор при а имя у тебя на реально есть к и матвей а как лучше говорить он тебе можно говор говор сколько годиков мне 18 по аромату я понимаю что ты 17 выглядит на 28 на 35 я не знаю 18 это какая у него жизнь тяжелая была уже то что можно 18 пить ты уже это пил я по я пользуюсь своими возможностями использую свою молодость на максимум красотка видно не знаю 1080 штаны не знаю где брал деньги на 10 жалко неизвестная тысяч пять ремень около полтоса трусы ричмонд тысячи три ремень 50 тысяч 20 мои украшения как для тебя ремень дороже ролик с air king миллион подарок от отца цепочка с крестиком полмиллиона что золото бриллианты а это брюлики он пиздобол просто сергию посаде брону в том плане что ему наверно лет двадцать пять уже бэн раз буду на немного брали в аэропорте 150 долларов у тебя такой достаточно сдержанный скромный мужской лук спасибо большое не сказать что он сильно молодежный прям пытаюсь быть серьезнее ты не сказать что с виду как будто там полтора ляма учусь мгу в мгу а еще юридический факультет международное право возможно я сейчас будущем прокурором общаюсь возможно да но ты уже что-то сам зарабатываешь сейчас да я работаю с отцом ясно сын какого-то депутата блять по ходу дает возможность мы с ним вместе ясно а до полярами склады сдаем хорошо сколько вот лично ты зарабатываешь с этого бизнеса в месяц ну за бизнес у кого я расскажу как все по-разному но в среднем 300-400 для 18 лет неплохой доход и есть на что погулять так сказать да да сейчас получу права буду ездить на машине все будет прекрасно чё за тачку тебя mercedes цела чё тебя сейчас не хватает для полного счастья мне сейчас не хватает для полного счастья лимонада со льдом вот его просто залпом выпить и вся моя жизнь наладится а насчет обычно деньги тратишь сейчас я вообще не трачу ни на что единственное на покушать и не более просто ну так и делим от купить и базу потребности остальное откладываю на свое будущее а что в будущем будет в будущем планируется покупка квартиры хочется уже свое жилье все хотят родителей чтобы хочется горит уже тебя как будто ему реально уже за 30 он к думали ну уже блять надо у тебя 18 лет что значит уже хочется жизнь заиграла новыми красками ну это реально тут тебе точно 18 не не 25 даже мне точно 18 даю паспорт покажи твое слово могу показать паспорт вот правильно ты носишь с собой паспорт чтобы купить а чё ты показал то обложку блин ну ясно повел если заберут практически у каждого нашего зрителя есть куча брендовых вещей которые просто лежат в шкафу лежат занимает место есть такой и пылятся а ведь они могли бы приносить пользу другим людям а тебе принести хорошие деньги в 2020 да ёперный театр они свой магаз открыли что ли и получить деньги на руки день в день ребята повзрослевшие но еще несовершеннолетние или лиза анохина 13 лет еще нельзя с парнями встречаться с богатыми мой тогда тебе он был мне кажется максимум лет 14 16 16 скоро быть нового луна уже какая высокая спасибо большое стараюсь в росту на самом деле люди часто спрашивают ну как можно быть такой высокой слушайте мне кажется секрет просто не такое это какой какой рост я расту каждый день даже когда сплю вот такие force этой форсу nike короче ботиночки такие прикольные они у меня получается с 13 лет такие носочки очень смешные вот с них все смеются говорят что у меня смешные носочки штанишки бархатные у меня у мамы такие бархатные штаны потом я их порвала было очень стыдно я купила себе такие же и это же такие купила как поменьше где а где лук за три с половиной миллиона не стоит 1040 40 30 наверно они тени по руке да нет почему парке получается часики от купила чтобы смотреть время сколько стоит мне подарили получается подожди ты сказала что купила теперь подарили стоп еще раз на получается часики от купила чтобы смотреть время сколько стоит пила мне подарили получается подарили купила наверное миллиона два три четыре может ну как так может два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один сдаст стран вот такая сумка про отношу исключительно так считаю что это очень круто в итоге тут только часы 3 ляма ну нечестно у меня внутри ключ от машины у тебя же еще 18 какие машины нет машины есть с бомбер с тобой кстати похоже твой сколько стоит альфа индустрия потому что дымин доминация жестко идет получается вот но получается такая фурия штучка думаю тысяч 200 300 мой 20 на кепке блять нарисован просто тепленький мне кажется замерзну еще кепочка с флагом калифорния опа осторожнее москве не то чтобы я супер американская какая-то не не либералка ой да ладно все сразу пошли оправдание блин ой да если что она это просто кепка я просто купила и вообще как бы я не либерал я вообще типа блин да я за путина да я за все плохое всегда была и буду вы не подумайте ничего такого блин я не за свободу я не за свободу но кепка нравится мне подарила подружка я отношу я вспоминаю подружку очень классная подружка футболочка получается о май га я честно натыкался не так давно на какую-то страницу может в к или может еще где когда как у тебя есть там некоторые фотографии ну не то что прям как-то откровенные но так или иначе где-то там в купальнике или еще четко очень много людей пишет типа и это ей 16 да как и родители разрешают выставлять такие фотографии все эти как-то на это реагируешь на спокойные комментарии на самом деле особо не считаю мне нравится публиковать что-то иногда такое провокационное открытое я очень люблю свое тело иногда хочется немножко показать что-то не в 16 лиз почему вы хочется 16 потом я буду старый взрослый у меня будет кожа дряблая сись объяснить поэтому покосить не обвисли самый главный страх хочется пофоткаться красиво сердце у тебя занять свободно дорога как зовут при арсении ну ты конечно модный хипстер все снова арсении ты похож на грибника бля сколько тебе лет на 21 на мне худи и 13 подарок не знаю 5 десять тысяч пускают а мне футбол это в коллаборации это второй или третий год там курт изображен получается дело сковораться с фотографом который делал эту фотку принт выглядит так как будто стирал и и уже 700 тысяч раз это не просто хлопок здесь добавлением шелка идет хлопок это специально такой желтого цвета идет а тут курту немного плохо или очень хорошо непонятно сразу хорошо очень хорошо это золотые годы поэтому там он еще не совсем грустный джинсы на мне я шью сам беру дуни ледуку полуклёш к максимально какой-то евро в среде дом и шьет джинсу светский стиль прям своими руками сшил ну как я купил материал и пошел до обычных на траки классика чисто на каждый день самую удобную обувь мире не знаю после изи бустов конечно 500 их просто кайф свободно удобно так что круто за сколько купил в районе 70 покупал рудовский брелок с руда из бренда парк люнавир может знаете это парень взрывая сейчас все блогеры ходят этих футболках вообще блять первые слышь они здоровенные гигантские там уан сайсе идут но не просто по колено а смысл ходить в таком когда тебе блять майк какая-то больше тебя и ты хочешь мне как принты просто пушка кто будет смотреть ребята парк люнавир что ты так нахваливаешь футболку и не взял себе футболку на у меня есть не куча их футболок до парк люнавир это просто пушка но не гигантские их нужно носить летом под шорты они просто гигантские под гигантские шорты под любую большую обувь гигантские шорты гигантская майка под шорты засовываешь и ты хочешь как дебил наверно с такими шортами блять вздутыми как с парашютом каким-то с чисто с панталонами рюкзак на мне рав симмонс истпак год 17 наверно 100 уровне 25 30 я забирал и очки root root terry lanes сколько очки получаются роне 300 баксов шапка вообще фигня какая-то забирала в каком-то полу рынке просто фасон понравился и забрал такая чисто мешочек бомжатский на голове а что за сережка такая интересная рожка селин я потерял приходится носительная железно поэтому не очень эстетично выглядит но но зато индивидуально да красиво селинда классика усилин этому сколько тысяч сорок наверное стоит да так и я не фига конкретно шаришь за бренды за фэшн ты чем занимаешься то да вот тут работаем поднимаем культуру сколько получалось рубить ну больше статистику хорошо тебе для жить полтора косаря баксов чё ты блять не позорить не сколько вообще хочется шабб было сладенькое комфортненько комфортную блин ну 300-500 было бы идеально а ты сейчас 3000 долларов сам только на себя зарабатываешь или уже там девушка есть или семья может только на себя пока что пока что только на себя в поисках но пока что той самой идеальной нужно и правильно нету к сожалению у тебя вижу уже ты в одном предложении очень много требований перечислил идеализировал может быть надо как-то попроще просто найти хорошую простую девчонку на рожать и детишек будете жить пожевать и добра наживать простых сейчас найти простых нету в регионы надо ехать вот в россии силу блять надо ехать и простые на месте он посоветует какой регион слушай ну да так я тебе могу только своем опыте сказать я нашел девушку в саратове мы поженили в сарае в лесах и до сих пор женаты у нас двое детей также могу тебе саратов посоветовать все саратове будет все еще включение какая у тебя самая дорогая шводка в гардеробе худи наверное ряд езжайте в африку там таких простых знать сколько будет о наверное вид манки то худойки там у меня есть старый семнадцатого года турист он районе наверно сотки плюс стоит визы еще есть у меня они в районе 150 маржелла фьюжн который все в конча ну в клея есть глобальный мы кончили что за деньги не купить счастье хочет счастья что все было хорошо и было счастье но за деньги можно главное нужно быть счастливым а мы никогда не знаем когда мы счастливы по-настоящему только в прошедшем времени не шагу назад роут из-за dream сделал шаг назад 2 вперед а а привет как зовут здравствуйте алина сколько более секрет это тренд алинат алина сколько годик весне секрет 12 блять что привет как зовут здравствуйте алина алина сколько годик весне секрет а 19 вот это тренд айланд помню бля шо туфли как у бабки старый я не обижайся если шо но типа блять 19 ты носишь обувь ну ладно где-то 100 евро наверное штаны это marketplace российский дизайнер штаны это шторы блять какие-то ладно помню как называется он тоже где-то тысячи три-пять же они у тебя просто прозрачные получаются все тебя мама отпускает в таких в 19 лет гулять я не спрашиваю топик zara пальто газ сумка луи виттон не помнишь сколько пальто такое стоило ну главное что сумка луи виттон ну тысяч 15 наверно так а сумка луи виттон а сумка сколько стоит луи виттон я цена луи виттон не помнишь подошли помнит подарок до арок подарок конечно но где-то 1500 долларов очки у тебя тоже вижу гуччи приобретены подарок где-то 400 долларов в твоем гардеробе есть какая-нибудь прям самая такая ценная самая дорогая вещь что это наверное ботфорд и гуччи из питона сколько такие стоили не знаю подарок питона бедный питон 1300 точно сушил в подарок кому-то они да не винтажные чем вообще занимаешься рассказывай свои годы я стажируюсь большом театре слушай я актриса снимал интервью с девчонка с одной с ариной балерины может знаешь такое вот и она рассказывала как это внутреннюю все происходит там же просто какой-то кромешный а там такая лютая конкуренция да очень тяжело даже мне кажется не по конкуренции а морально слушай у тебя в 19 лет уже там его виттон и гуччи ты уже значила как сама зарабатывать или пока все родители на самом деле пока заработка нет стабильного только иногда появляются какие-то небольшие вот суммы за спектакль поэтому пока просто благотворительно отдаю себя искусству и улучшаю себя ты можешь какой-нибудь элемент один показать тоже балерина ну чё-нибудь продемонстрировать мне деревянному человеку что-нибудь красивое ну давай поддержку как с партнером как в дуэте так это что мне что-то делать ты должен встать вот так вот вытянут вот так не раскрыть да и вот и сколько понятна артера на каком щелкунчик стоит на щелкунчик на твой ново на обычный проходной спектакль да ну может быть 40 тысяч 50 один билет сколько чтобы мне надо покупать там за три месяца их почти нет никогда этих билетов особенно в партер чтобы мне с женой с тремя детьми сходить от мне сколько надо 4 40 на 5 200 тыс дает у него жена и трое детей уже ёбаный свет еще буфет буфете сколько нахуя ходить тогда на такие вот штуки если не настолько дорогого дорого там вот расскажи никогда не был буфете большого театра чё там самое дорогое бутерброд сколько стоит я за 150 обычном покупал в саратовском тюзи бутерброд рублей тысячи ну пока что за цены какого хрена панского не за бутер колбаска наверно еще какой-нибудь докторской почему касать на этом тысяч пять это я так понял театр это для богатых это дешевое обычно люди а чё на все время вот это делает заходит на 1050 сразу серьезно там чай кофе капучино там какой-то коньяк чивос виски чивос коньяк это щита виски шампанское короче большой театр я смотрю небе не бедные люди ходят да ты себя не нашла еще спутника жизни пока нет мне кажется есть вот просто посмомож пока пока показать что штаны свои если просто посмотреть вот на твои штаны мне кажется даже особо не надо ничего думать этого мамы говорит то что нельзя одной ходить я иду мне уже начинается все а чё не так со штанами разрачно ну и чё а какой кстати был сам интересный я и не такой видела с таков чем женщина могут ходить тут еще более-менее прилично к тебе под кат если может так назвать здесь происходит у меня проблемы на кузнецком мосту какие-то молодые люди просто начинают там ко мне цепляться и продолжают чуть ли не до дома идти за мной это были такие случаи то что мне приходилось просто прятаться там в каких-то кофейнях это где здесь недалеко живешь на чистых прудах учать если бы я пошел и кто-то за мной пошел бы в одинцово то наверное они вышли часов бы 10 не вы не выдержали вы заебали уже пиздец может вы еще сейчас это самое там поженитесь давай следующего клиента до 4 разговор уже не о чем пошел ищет на свидание пойдут я вам еще анекдот вы колю тебя жена и трое детей не забывайте рассказал да блять господи ох ебать у снудок здрасьте как зовут привет роман 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 сколько не но тут видно реально роман тут как бы блять даже не знаю по-другому ты не назовешь человека с такой внешкой клет есть не секрет 46 роман стиль конечно для к привлево уклад меня такой вопрос на топ это как такой стиль называется нихуя у него там как-то как будто бы обувь не сочетается с тем что у него сверху блять что у него фартук повар или что он прям с работы вышел что это за мать ее такое странное непонятно слушай но я думаю что это отсылка к такому стилю хараджуку или харадзюку это японская да это район в японии это такой безумный стайлак который в общем про то что ты сочетаешь не очень сочетаемая там на самом деле а вот я про это игры что не очень-то и сочетает очень много более отвязанных луков если честно очки пиздец то я не очень думал о том как я сегодня буду выглядеть просто мы с моей девушкой гуляем и я подумал что должен комфортно клёво удобно это но я думаю всем известные рафси вообще неизвест тиммонс коллапс адиком им уже много лет вот они классные с дырками я под них надел зеленые носки фалька за то ли 1700 то ли две тысячи сто не стали но обувь такая сколько тысяч два двадцать на двадцать двадцать пять где-то тогда это джинсы я думал там 1200 никого по японцы собственно я думаю что это наверное 1060 они стоили и это тоже смотри что я сделал чё ты сделал я надел вот эту рубашку андекава наоборот андекава то есть у меня сзади это еще ебанутый то зачем наоборот ты надел она же не рассчитана как ты застегнулся застежка до его люди ебнутые вообще наоборот начинают надевать в рубашку чтобы выглядеть выглядеть так как фарту как будто ты блять вышел не знаю с кого-то ресторана поваром там работа платье и но собственно на брюки это тоже такая очень японская история что нитки вот здесь торчат и тоже так на сусу сусе суши готова да это так надо да это в общем у японцы же любят такую знаешь историю когда ты закончил какую-то вещь не доделав ее до конца понимаешь закончив закончил не доделав окей раз я думаю 1070 на стоит вот так вот и что дальше никаких колец у меня нет есть за 2 600 как твои друзья мне кажется у тебя аудитория взрослых мужиков и девочек которые даже не шарит за вайперы всякие нью-ген-рок чисто скуфы на рыбалку ходит но я приходит домой включает на телевизоре твой стрель ну да ну да поэтому мы и сидим и ржем с этой хуйней всей нам смешно коллеги относятся к тому что ты в 46 лет делаешь себе мы не аскуфы из куфини и тюр смотри у меня как бы следующая история есть компания который занимается брендингом маркетингом и архитектурой для недвиги для собственно девелопера наши клиенты а за очки он спросил а этот это как бы давнишняя моя основная история и неожиданно где-то года полтора назад я стал фэшн блогером о май гад и эта штука залетела и такая знаешь моя субличность другая где маник абсолютно органичен там ни у кого вопросов не вызывает а вот мои собственно клиенты там по вот этой серьезной истории девелоперской но они знаешь как будто бы не замечают на самом деле делают вид что нет вот но и вроде бы даже с уважением относятся поэтому с другой стороны мы же творческими штуками занимаемся не такие думают ну наверное типа окей да допустим рома она пусть так пусть делает свою работу нормально и все армада поэтому в целом я живу ок ну я люблю мне просто нравится какое настроение получается вот потом тут ведь еще какая-то зеленый зеленый ну я люблю такие вообще я и от света люблю идти очки у его тоже красиво да очки такие припухшие лаева немножко странной формы как будто бы реально опухшие глаза у тебя мне нравится учиться с буду на и если аллергия и до пчел покусали вот так как-то на солнце посмотреть да у них есть вот эта часть торговая мне нравится она не очень заметная такая наш чуть-чуть как будто бы сумка это и дверь инвест вода походу да это вивьен вест вот она матерчатые не кожаные мне это нравится не больно такая вместительная вполне себе сумка не очень претенциозная и учитывая что сейчас модно думать о том что у сумок нет гендера в общем кстати вам даже мужская коллекция если уж на то пошло вполне себе типичная такая мужская сумочка да да серьезная мне нравится ну как только она такая 10000 что нет слушая я увиден высот не такие цены это я думаю на 1040 стоило максимум сумка господи куртка facetism это японцы тоже которые выиграли по моему восемнадцатом году лв мэш прайс у них прикол в том что ты можешь открыть вот так вот видишь спину ёбаный вообще как бы деконструкция тоже и чисто японская тема японский костюм там кимоно и прочее японская одежда национальная она в отличие там от много европейская она состоит из не было никогда никого у него тихо это дырка то заднего отношения вот понимаю мы в москве живем столице все прочее но даже я буду что там саратове как-то пару-тройку лет назад с длинными волосами зайдя ночью в магазин мне там продавщица высказал а ты чё пацан единственное что я услышал на патриках какое-то время назад это знаешь у меня были таби и они были на каблуке на таком прямо да 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 есть такие да и куча репашек ниндзя а именно они вот и какой-то чувак там из толпы мне где-то сказал слушай чел ты чего-то попутал по моему вот и все на этом принципе закончилась то есть я даже не увидел кто это толком сказал и был случай когда я ушел с пакетами с продуктами в каком-то таком довольно безумном аутфите из продуктового вот и какие-то восточные ребята в джипе значит как-то заулыбались и погрозили мне пальцам не очень хорошо какая у тебя вот самая дорогая есть вещь в твоем гардеробе самая дорогая вещь это кстати я с ней снял рилс и он залетел на я тысяч на 600 по моему ты норма ухо да слушай это подиумная шуба джуни ватанабе это бренд который в семействе ком-де-горсон я знаю такого да и я вы знаете семейство кулкам какой-то гарсу блять нас мне обошлась в пятьсот шестьдесят тысяч рублей пиздец раз напоминаю что теперь наши ролики сколько-то я понял уже ну вообще кам-ком да горсу а блять что какие-то шубы это вообще шу блять только люди не носят у меня куртка чтобы поняли вот что вы понимали вот это вот который я всю зиму ношу да вот такая вот курточка хендерсон о блять ебанутый да 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 она его чтобы понимали я ее покупал еще в новокузнецке когда жил этой куртки наверно лет десять и я в ней хожу ну 10 лет каждую зиму я ее надеваю блять и нормально выглядит до сих пор чтобы вы поняли блять реально iphone я не помню сколько купил за 5 тысяч рублей что ли это пиздец или за 15 тысяч я не помню покупал где-то примерно вот за такую сумму с лескуф настоящий нормальная блять куртка она пизда то выглядит даже спустя столько лет она ну как новая реально воняет нет но она пахнет а вот парфюм но хочу новую взять уже да может быть следующую зиму да возьму а реально вот у тебя прикид чисто работяги завода наш скуфяра тощи чё охуел блять работяги завода такую курточку себе позволить не смогут ладать еще одно видео есть еще одно видео и все ладно все давать последние так но когда ты говоришь о своей девушке ты же говоришь про него кулич строю просто про девушку говорю типа вы просто партнеры по дуэту партнеры к нам бабушки приходили спрашивали а вот до каких собак кладете но породистых только понятно всем привет на самом деле я как дизайнер понимаю романа у него просто из-за работы связанный с визуалом глаза мылился и теперь самые безумные для него равно самые красивые спасибо папе за 120 рублей а окей окей по я понял я понял я понял меня зовут саша великолепный а это ваш любимый проект сколько стоит шмот а меня зовут зовут и макс какой там у макс заводной но и макс наш блять ролики теперь еженедельно будут выходить здесь молодой платон легенда здесь вот только вот недавно увидел в паблике вырезку где нашли то легендарное интервью с вашего канала она уже устарела подпись он всегда был таким я миллионер 16 лет большие бабки начал зарабатывать миллионер 16 мы так живем тебе сейчас сколько 19 уже это взаимно уже не молодой короче да пора менять себе этот псевдоним старый платон для работы какой у тебя рост сейчас у меня рост 190 с лишним я думаю я не понимаю точно но я по два метра не базила в съемке нужно было срочно купить розовый лук вот я купил розовый лук так бро давай начнем тогда розовый лук ну я видел магазине белый лук продается вообще три вида лука я видел у себя тут в продуктовом магазине ноут розовый я впервые с покупок что взялся одни почем так а еще красный есть точно красный есть белый нос покупок первое это у нас но красном больше фиолетовый какой вот такая вот коллаба река ванцы конверс не мой взял даже икон а где лук прямо на рвца погиб такие вот розовые новый трек у меня сейчас будет будет называться розовые очки или очки я не понимаю но будет офигенно рада юз танцевальный а вот на розу короче пробью станцевальный чё блин он будет танцевальный и пробьюсь а второе вот прям вот распаковка вот девственная упаковка у нас и мы его так вот с ним нахуй ты нам показывай что же ты купил или чем мы же должны узнать что у него на нем вот такая футболка в этом энспарись вот stranger things и битмо коллаб сколько-то отдал в сумме за это все вот это стоило 60 от одну за тысяч за майку 500 сет 1 550 мы прям ценник можем показать до цене корс от одну пятьсот пятьдесят из ума нет а кварку блять не сканирует там блин в сумме на самом деле дофигища крутой одежды я очень рад лагады что ты там на ху скидываешь и баннер рублей то ты шоу ебанутый совсем что ли вот сам себе эту хуйню покупай а еще есть культура а еще есть культура вот мне ребята порекомендовали обязательно заскочить вот говорят то что вообще очень много всего там и это и искусство и картины даты все есть там ювелирка и часы и предметы искусства и антиквариат let's go let's go залетается конечно ты же часто гоняешь в дубае неужели ты там не можешь шмотками закупиться блин ну там знаешь глаза разбегаются как бы все 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 есть но в москве как будто именно вот стильная прям одежда вести именно стильная начнем с сумки баленсиага вот и я купил в дубае и купить ты чего акулич сумку спиздил братан верни обратно и у причем чисто вообще по какой-то уверен что это мужская суммальной цене типа 3000 дирхам 4000 наша zara вот такая вот ты здесь но выглядит супер вообще сушь по моим даже не 10 по моему тип 67 так дальше у нас вот такая mms x футболка ты нахуя порвал ее дырявая я надеюсь тут только футболка дырявая такой щели как будто муф лет шотганов подстреляли футболку как будто стрелябовику это я сказал 9 раз я не гангстер тогда сколько маржела такая она стоила по моему 18 тысяч по скидке тоже в сумме вот я не гангстер я двигаюсь на попе дальше у меня луи виттон вот такой вот че ты пизде что на них одеваются пизда мне нравится брата но если я буду смотреть видосы говорит блин классно блин классно это будет скучно я наоборот пытаюсь типа над ними прикалываться издеваться будет их чтобы смешно вот такой вот как-то выпуске вот такой вот ремень такие трусы побрей желудок а трусы бигди club да привет бля и ну вот такие банда на 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 дальше у нас балмей джинсы и она восьмидесятые бы там конечно конкретно бы побрели всех этих модников блять там бы такие были чушпаны бы налево-направо отлетали вот такие вот блестящие что-то я вышел сегодня в скине уже давно и давненько не выходил с киеве но сегодня появился такой вайп большого сонка до киеве как по ним как будто бы трактор проехал стоишься раз плющила пинфу спине вот и дальше баланси ага баланси ага цели покупал в париже они стоили 1000 евро как же мог забыть а как ну нахуй не похуй где ты покупал ну типа окей ты их купил но надо уточнять скажу париже купил париж меня они от этого круче становится ну либо ты их мог купить здесь в москве это будет такие же ботиночки как и там просто это подарок от моей девушки в 100 процентов оригинал из дубая так но когда ты говоришь о своей девушке ты же говоришь про него кулич строю просто про девушку говорю вы просто партнеры по дуэту партнеры до сих пор типа вы пускаете утки чтобы ваши перели до дальше додумываете вы партнеры так но трек у вас подарочек он разрывает чарты пушечка спасибо огромное спасибо всем нашим подписчикам всей нашей аудитории всем слушателям этого трека вы сделали это супер хитом реально спасибо большое а напишите чья это больше заслуга они или платона моя ждем такой же отдачи от вас но я думаю это моя заслуга ну что я не делал реакцию не засрал трек поэтому начали слушать а так бы если я сделал реакцию я был застрал и все-таки да хуйня слушать не буду заслуга двоих вообще-то как бы поровну а в жизни у вас все также поровну будто в ресторане вы вместе делите счет пополам нет конечно я плачу всегда всегда ну прикольно же платить за свою девчонку прикольно покупать ей подарки ну как бы ну ты такой себя чувствуешь типа круто жесть я но что тебе твоя девушка самое дорогое дарила самое дорогое рекаунса сапоги пару сотен тысяч рублей думаю пару сотен тысяч рублей да они там откуда-то заказывались но они суперские в них сидим очень прогонял а ты еще самое дорогое дарил я чё самое дорогое дарил роликсы какие-нибудь карте кольцо вот ох ебать тут свои девчонки а сколько стоило карте дарите вот такие да у неё карте теперь жесть какая она клёвая у меня вот ебать у на позитиве жестком прям ок а кольцо сколько стоило я заслуга да у неё карте просыпается во мне тот м.п. старый из какого там года двадцатого года ну да получается что так ну пути медиафутбол соскучился вот как будто соскучился реально но но я не понимаю пока что за кого я буду играть не понимаю пока что буду ли я вообще играть вы на но меня очень интересует это вся история с едином футболом с тем то что какие-то ребята музыканты там блогеры играют в футбол и он меня раздражает ребят но ведь он на позитиве лютом жестком все время улыбается радуется чему-то а вы а вы а вы все время всем недовольны у вас плохое настроение вас все плохо по жизни наверное вот во вас он и раздражает своим позитивом не на самом деле я согласен да блять вот это вот его поведение да ладно я шучу это опять рп конечно же не я пошутил я шучу я шучу я шучу я шучу я шучу мы вот сейчас собираемся с пацанами просто вот играть снимать манежи и просто кайфовать пока что вот так вот мы работаем там у нас на игра на как будто манда супер разношерстные у нас то есть я ничего говорить не буду а то опять конфликты вот эти вот я краб эрик раб bp потом идут ребята которые данон еле блог какой краб на видел блин а это кто подошел это краб подошел блять тот самый или чё по ники цунами там скали агли стефан и вот это вот мне кажется вот это настоящее если вот так вот играли просто вайбились и тогда бы было бы супер типа не накупали профика в себя не накупали конечно мы просто так и башем мы вообще блять от чем мяч туда-сюда летит но все стараются привет как зовут тебя привет меня зовут а что там подошла блять сима сколько годиков 17 очки 20 тысяч по моему свитер у них и уникло уникло вот я не 3 500 где-то так и кота вот далее пальто это вообще какое-то японское пальто которым не отдала мама это я брала в урбан аутфит за мне кажется 7000 рублей давайте каких-нибудь фриков жестких 2700 кота сумка ботега но она очень безумно старая у нее здесь мой бабушке такая сумка была поверушкой называлась но сумка имеется ввиду уже до чисто за косарик по моему же тут сгнил замок прям как моей бабушке что это сумка 200 тысяч ты чё ёбнулась блять старая мамина ботега да да мне отдала да вот я до нашего пока мне такое не покупают пока а почему что они говорят ну потому вот я сама заработаю иди сама хочешь покупать и сама заработай цена жизни контракт и ника блять даже работала в чебуречной на вокзале вот это продавал чебуреки продавала сама сколько это в месяц приносила ну наверное 1015 может быть приносила вот ну в принципе было очень хорошо но я туда зарплату это такой приятный бонус потому что это дошла больше просто чтобы поработать чтобы пообщаться с людьми чтобы побыть в этой завару нормальное место сама скажи честно пробовал чебуреки с вокзала пробовала ну и как сама готовила сама пробовала вкусно я плохо готовлю но вкусно было правда правда вкусно было вот такое ну ничего вообще нормально так никто не возвращался не говорил блин я просто отравился с ваших чебуреков нет не было было такое что я просто заказывали один чебурек а я делала другой начинка случайно ну вот ну ничего видимо все нормально вместо кошки собаку да мы так шутили к нам бабушки приходили спрашивали а вы туда каких собак кладете ну породистых только ну у нас у нас хорошая чебуречная котов не кладем если собак то породистых а есть какая-то может быть вещь которую тебе очень хочется но тебе пока не дают на нее денег я очень люблю тайлера за крейтера это такое мускай бля я что кто а я за всю жизнь столько чебуреков съел столько шашлыков но вот мне интересно хоть раз за все время я собаку ел какую-нибудь дворовую вот так вот особенно в новокузнецке я помню однажды я так на рынке купил шашлык готовый там типа они жарили я купил съел ебать я отравился я чуть не сдох я мне так плохо было я блевал сука мне тошнило я не знаю что это за шашлык такой был но меня прям да исполнители вот у него была недавно коллаборация с Louis Vuitton вот я бы что-нибудь себе купила чисто вот чтобы узбеки готовили ну да ну я не знаю то ли узбеки то ли таджики я хз ну вот я купил у них шашлычок блять ту 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 и лучок попробовать попробовал потом откисал коснуться к этому человеку там какая-нибудь сумочка минимум наверное 1350-1400 будет стоить наверное да мне кажется да вот так вот где-то ну это конечно вообще-то на такие вещи я считаю только само надо зарабатывать так приятнее а вдруг сейчас мама посмотрит это интервью и скажет блин как хочется доченьке приятное сделать ну она скажет ну так молодой человек у тебя есть уже нет нет ага а кто наушники подарил него что сама так вот как то это кстати открою секрет еще один источник который может дарить какие-то приятные подарки я знаю знаю ну вот нету как там вот не знаю бедня бедня давай посмотрим туда и скажем найди друг найди друг нет а зачем друг друг то зачем друг есть надо говорить не друг а найдись молодой человек любовь сего сердца Любовь, да, а не друг. Друг это друг, это друг, это друг, это не... А если этот молодой человек будет не молодой, а пожилой, но с деньгами, а? Готов с папиком гулять, ходить с таким пузатым, но с баблом. Молодой человек. То есть можно с парнем, в принципе, просто дружить? Ну, у кого-то точно симпатия-то возникнет, по-любому. Не прокатит. Привет, как зовут тебя? Дима. Дим, сколько годиков? Ебаный рот. Много. 40. Худи порядка 15 тысяч, штаны около двадцатки. Кроссы, Версачи, я не помню, они мне их подарили. Ого, Версачи дарят тебе вещи. Нет, не сам Версачи, мне их подарила подруга. Куртка куплена была в Стамбуле на Блошином рынке очень давно, за какие-то очень смешные деньги. За смешные лиры? Да. Типа тысяч пять рублей, да? А что у него на лбу точка? Ну, может, чуть больше, может, тысяч десять-пятнадцать. А они делали вот так зажигалкой, чтобы показать? У меня смешные. Можем еще раз проверить. Да не, не, мы верим. Зачем? Мы такие, чтобы с турками спорить. Лорд, спасибо. С турками, турки сами с кем хочешь поспорят. Это ручная работа, заказ был сделан в браслет очень давно. Здесь около двухсот грамм серебра. Джон Фостер, шестьдесят тысяч рублей. Кольцо в Индии было куплено за порядка пятьдесятсот долларов. Я нормальный шмот у него. Это тоже подарок. Но это вот какое-то очень дорогое кольцо винтажное. Я не знаю, сколько оно стоит. Я не ходил к оценщикам. Очки Chrome Hearts? Нет. А, похоже просто. Филипп Ви 35 тысяч. У тебя очень прикольный поставленный голос такой басовитый. Ты чем занимаешься? Я вообще парикмахер-визажист. То есть никакого отношения не к музыке. Ну, было пару фильмов, в которых я снялся в эпизодической роли. Короткометражки. То есть ты делаешь людей еще красивее. У него голос такой, как, знаете, озвучка девяностых, типа. А сейчас этот терминатор, он вылезет и убьет всех людей, нахуй. Я стараюсь. Ты, кстати, с мужчинами, с женщинами с кем работаешь? С женщинами только женщины. Исключительно женщины. Исключительно, да. А ты с кем-то из известных женщин работал? С Катей Скулкиной работал. Во-первых, что это за женщина такая, блядь, известная? Пару раз с Анжеликой Варум. Это ладно, я слышал. Слушай, да много вообще с кем. Сколько тебе сейчас нужно в месяц для хорошей, комфортной жизни? На самом деле не так много. Если не покупать шмотки, у меня вполне достаточно 150-200 тысяч. А если покупать? Слушай, знаешь, я могу так сказать. Я умею жить и на 50 тысяч рублей, могу и жить на миллион. Были времена, когда я по миллиону выходила вместе? Несколько раз было. Но это было очень давно. Слушай, если, например, я бы был женщиной и захотел бы себе полный сделать и мейкап, и укладку, стрижку, это сколько бы мне стоило у тебя? Без окрашивания. Давай с окрашиванием. Какой сложности окрашивания? Максимальной сложности. Что прям очень сложно, чтобы мы на целый день засели. В сотку уложимся. Все, 100 тысяч рублей с одного. Прямо свои очки отдать? Ты что, ебанутые, блядь? А то я немножко... Очень идут, кстати. В ракурсе, да? Идут? Класс. Нет. Подайте беру мне. Нет, не дам. Девчонки, вы такие веселые. Как зовут вас? Меня Оля. Надя. А вы возраст открываете свой? Нет. Мне 41 сейчас будет. Оля и Надя, но Инстаграм он указал только Надежды, по-моему, да? Меня Оля. Надюн, Павлова. А у Оли что, Инсты не было? 42. Луки-то у вас какие? Крываете свой? Нет. Мне 41 сейчас будет. 42. Луки-то у вас какие заряженные, я смотрю. Очень красиво издалека вас увидели. Спасибо. Моя подруга просто приезжая, я просто ради того, чтобы не выделяться на ее фоне, мне пришлось садовода что-то поднадеть быстренько. А приезжая приехала в брендах вся? Ну, я тоже садовода, получается. Ну, расскажите, что это и сколько стоит? Это кроссовки Adidas, лосины, значит, кофта у меня такая вот. Так, ну это Хром Хардс, я вижу. Да. Вот такая жилетка. 253 тысячи. Еще черная. А что за жилетка? Это Прада. Так, бейсболка. Ебать, что это? Это Селин? Селин, да. И сука, это РМС Биркин. А вот это я купила в... Не, у меня есть, конечно, кофта Хром Хардс, еще с давних времен, я не знаю, сколько она сейчас стоит, но... В Филанде за 100 рублей. У Саши сперла очки, лишь бы вот не ущемить свою приезжую подругу, мне пришлось у ребенка забрать вещи. Победный ребенок, он сейчас без одежды бегает. Вот, и все такое. Handmade почти что. Ну вы такие веселые, гуляете выходной день, а в чем вообще занимаетесь? Я бухаю, она приличная, а я бухаю. Ну вот и приличная, чем занимаешься? Я, да, я жена, у меня есть муж, и у нас на двоих трое детей. У меня тоже есть дети, они тоже бухают. Нормально. А детям сколько лет, они что там? Я шучу. Да, конечно, ага. Они со мной, они просто потерялись где-то, я их ищу уже полдня хожу, думаю, где мои дети? Они тоже где-то забухали. Поделитесь с нами секретом, сколько надо в месяц рублей для того, чтобы чувствовать себя комфортно, вот так гулять, отдыхать по выходным. Полтора миллиона. Просто погулять. Ну это полтора миллиона. Просто погулять, полтора ляма, ебать. Только погулять, а вообще ножи. Что, блядь, ты где гуляешь, скажи? Что это за гулянки такие? Да, мы одеться, куда-то отдохнуть, слетать, покушать. Ну что, плюс 30 тысяч? Ты миллион пятьсот тридцать? Миллион пятьсот тридцать, да. Расскажи ты тогда, сколько тебе требуется для хорошей жизни? Ты вот не бухаешь, ты. Пример для подражания, многодетная. Это наша президент одобряет полностью. Семья, традиционные семейные ценности. Не бухаешь. Улыбаешься при этом точно так же. Кушная с ВОО, наверное, да? Не хуже, чем подруга. Радуешься жизни. Сколько для комфортной такой в месяц надо? Она с Воркуты. Я про Воркуту знаю, что там очень дешевое жилье можно купить. Жилье, да, у нее там 17 квартир. Можно мы пойдем побухаем в ЦУМ? Пакет я возьму, мне нужно выйти с пакетом. Обязательно. Я не буду говорить по Лухари. Нужно с ЦУМовским пакетом выйти, пройтись, чтобы все знали, что я сюда... А, давай! Смотри! Ты просто сейчас нас подставил? Нет, ты не подставил. Вот, я про что и говорю. Так не надо заходить даже. Вот, у нас уже все схвачено, за все заплачено. А где ЦУМовский пакет? ЦУМовский пакет! За любовь. За любовь. Привет, как зовут? Юлия. 35. Сапоги Гуччи. Нихуя, сука, блядь, сапожки, ебаный, свой твой рот. 132 тысячи. Комплект у меня от La Republic, это юбка с топом. Тренч у меня манго. Покупал на селе. Сумку у меня Hermes. Hermes? Сколько? В смысле 600 тысяч? Вот это хуя-тень. Подожди, сейчас серьезно? Покупал на селе сумку у меня Hermes. Hermes вот этот, значит. Понятно. И далее по украшениям, да, пройдусь. Серьги у меня Philippine. Такие серьги сколько стоит, не помнишь? Ох ты ж, блядь. Точно не помню, но в районе 70-80, наверное, где-то так. Так, браслет Hermes. Я занимаюсь медитациями, поэтому у меня тут такая вот штучка. Вот, про это расскажешь сейчас, я тоже сам. А ясно, людей скамит. Тогда понятно, откуда бабки, блядь. И гвоздь от Cartier. У меня браслет Cartier с бриллиантами. Миллион четыреста тысяч, ебаный гвоздь. Multimix, спасибо большое, спасибо. Я точно не могу сказать, сколько стоит, потому что цены сейчас все меняются. И кольцо у меня Мессика. Чего? Не помнишь, сколько такое кольцо стоило? Около 250. Кстати, сумка, потому что такие сумки, они же разные. Да, 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 я покупала ее около 10 лет назад. Тогда она еще была в доступе в магазине, в бутике. То есть можно было зайти, купить, когда она вот, ну, буквально только вышла. Сейчас, конечно же, на нее стоит очередь. Кстати, сейчас... Подожди. Миллион четыреста. А почему тут общий прайс миллион двести выходит? Ничего не понял. Такие сумки, их же, в принципе, нигде не купишь. Там бренды ушли. Их можно тоже не новые, но в очень хорошем состоянии. Либо новые с рук, если вдруг не носил. Которые балсы, но где? Покупать в разных бутиках. И делать это намного выгоднее, потому что мы, например, вот с брендом «Культура» сейчас сотрудничаем. У них куча... Да, конечно, я удивляюсь, потому что люди могут... Вот сказал, у тебя какая-то нитка на руке, а это что-то связанное с медитацией. Вот расскажи. Ну, в общем, я медитирую. Эту нитку мне завязали в одном из древнейших храмов на Шри-Ланке. Вомогает. Храм был построен во втором веке до нашей эры. Там вообще нереальная энергетика крутая. И, в общем, да, после медитации мне завязали эту нитку, которую я до сих пор ношу и жду, когда она порвится. А, ну вот она... Еще раз напоминаю, что теперь... Это она курсы какие-то там делает, медитации, вот эту всю хуйню. Ой, бля... Ну, ладно, короче, понятно. Хуета, эти ваши шмотки, блядь. А в США, 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 тут есть человечная ютая саша. А в США, а в США, а в США...